Всем привет, друзья! С вами Александр. И сегодня мы с вами поговорим об автокресле, автолюльке от компании MaxiCosie. Будем рассматривать комплект вместе с базой Isofix. Это Peeble 360 Pro. И также версия Pro у нас использована в обзоре базы Isofix. И меня лично все больше и больше начинает радовать то, что все больше и больше производителей делают автолюльки с возможностью, скажем так, использовать люльку и базу. И в дальнейшем убираем люльку и ставим на нее группу 1. Такой комбо-комплект получается. Это очень удобно. И то, что люлечки у нас сейчас умеют выравниваться горизонтально на установленные на базу. Это очень круто, когда дальняя поездка... Сейчас я это вам покажу. Дальняя поездка, это очень удобно. Вот, сейчас будем это детально смотреть. Что из себя вообще представляет люлька? Не знаю, может вы рассмотрите обзор, уже смотрели что-то. Вот, и видели, что MaxiCosie это, наверное, один из таких лидеров в группе 0. То уж точно я сам возил детей первый год в MaxiCosie. Ну, еще Joy тоже использовал. Вот, но преимущественно это были люльки MaxiCosie. Мне тоже они очень нравятся. И здесь они молодцы. Я бы сказал так, они эталонные вообще вот в этом отношении. Вот, что из себя представляет люлечка? Ну, естественно, она там всем стандартам A-size соответствует. Ей можно доверять ребенка. Она упакована максимально со всеми системами безопасности, которые сейчас есть. В общем-то, одно из топовых решений на сегодняшний день. Поэтому все хорошо 100%. Что касается материалов, друзья. В MaxiCosie всегда придерживается того, что используют они ткани. Не какие-то лютые, там, бархатные и тому подобное. Они четко понимают, что нужно реально за ткань использовать. И ткани приятно тактильно, очень износостойкие. Они дышащие, гипоаллергенные. И, соответственно, вот, а что еще по факту надо? Нам же не нужен здесь шелк. И визуально очень приятные ткани. И тактильно очень приятные нежные ткани. Поэтому вот по материалам вообще ноль вопросов. Всегда все хорошо. Кстати, по материалам сразу. Стирайте до 30 градусов, чтобы она не села. Потому что вы ее обратно уже не оденете. Имейте это в виду. Так, давайте заглянем в люлечку во внутреннее убранство. Здесь использованы вот такие вот бутерброды. Сейчас я вытащу специальные, полностью вам покажу. Вот такой вот вкладыш. Он у нас снизу с жестким основанием, чтобы спинку ровно поддерживать ребенка. А сверху у нас мягкие пролоновые, видимо, подушечки. Поэтому все хорошо. С очень хорошей боковой поддержкой ребенка. Ребенок должен быть максимально прижат и зафиксирован. Это безопаснее. Также у нас использована подушечка у изголовья. С этим все хорошо. И, соответственно, с вкладышами все. Дополнительных вкладышей еще губки, как обычно, такой поролон снизу под поясницу, здесь не использовано. По той простой причине, что эта люлечка умеет у нас раскладываться, видите, горизонтально. Поэтому нам и не нужна эта подпорочка под поясницу. Нужно нам долго ехать, соответственно, больше двух часов. И, соответственно, маленького ребенка до четырех месяцев желательно больше сорока минут не ездить. Вот в данном случае вы выпрямили спинку и можете хоть там два часа без остановки ехать. Очень удобно в дальней дороге. И облегчает, скажем так, жизнь родителей. Поэтому вот этот вариант очень достойный. Вот. И что мне очень понравилось, вы можете заглянуть. Здесь очень много места. И даже крупный, высокий ребеночек здесь будет помещаться очень хорошо. И не забываем, что люльки Maxi Cozy можно ставить, наверное, на 90% колясок через адаптеры можно установить. И когда мы ставим на коляску, там мы не отделаемся никогда сорока минутами. Поэтому выпрямлять горизонтально нам это будет необходимо. И вот вам еще один такой хороший вариант. На самом деле очень мало люли, которые так умеют делать. Но вот, пожалуйста, среди Maxi Cozy тоже еще из топовых решений есть такой достойный вариант. Так, друзья. Ну, я уже крутил. Вы уже сто раз увидели, что она у нас вращается на 360 градусов и тому подобное. Но здесь есть такая фишечка. Вы подошли в автомобиль, открыли дверь и берете просто вот так вот люльечку. И она выезжает в сторону улицы и спокойно, не нагибаясь глубоко в автомобиль, устанавливаете, усаживаете ребеночка в авторюльку. Это очень крутое решение, друзья. Вот, посмотрите. Как по мне, офигенно придумали. Все, развернули против хода. И только тогда мы едем. Потому что ребенок должен ехать против хода в лежачем положении по правилам безопасности. И еще сейчас вот к зиме дело, холодает. И я очень не рекомендую возить детей в пуховиках. Это небезопасно. Не работают кресла, как полагается при ДТП. Я понимаю, есть реальность, а есть правила безопасности. Их очень трудно совмещать. Но жизни наших детей, они дороже, чем наши комфорты, неудобства. Поэтому, друзья, вот имейте в виду, не нужно возить в пуховиках детей в автомобиле. Прогрейте машину, разденьте вверх хотя бы, снимите. И, соответственно, прикрепите ребенка как надо. Это будет безопасно. Даже в 5-минутной поездке до садика может что-то случиться. Имейте в виду. Так, что касается, кстати, установки, друзья. Это база Isofix. Здесь все очень просто. Высовываем Isofix. Он высовывается у нас в каждый Isofix отдельно, с каждой стороны. Сейчас поставлю. Вот, упор в пол. Он так и называется упор в пол, потому что его нужно выпрямить. И, чтобы он достал до пола автомобиля, появится зеленая индикация. Везде, и здесь на Isofix, и в упор, и в пол. И тогда можно ехать. Но, естественно, люлечка должна быть установлена против хода движения. Вот. И что у нас еще здесь можно было? По-моему, еще... Да, все. В принципе, все показал. Ничего не забыл. Друзья... А, кстати, ремни здесь еще. У Максикози фишечка. Ремни всегда вверх растопырены, чтобы, когда мы достаем ребенка, ремни сразу подняты. И не нужно в следующей... При следующей посадке ребенка ремни куда-то девать в сторонку. Они уже торчат. Все, вот видите? Все, соответственно, они всегда в таком задранном состоянии. Это очень удобная вещь, чтобы посадить ребенка. И ремни не нужно было из-под него там доставать, когда вы его уже усадите. В этом плане все хорошо. Вот, друзья. Смотрите, эту люльку можно поставить в автомобиль без базы Isofix. Но я в этом обзоре даже не показываю вам этот момент, потому что я не рекомендую автолюлечку. Тем более, такого уровня. Это вы уже берете одну из самых лучших. Она не дешевая. Тут уже лучше все-таки раскошелиться и купить вместе с комплектом с базой Isofix. И вы получите максимум профита вообще от использования этой люлечки. И в дальнейшем вы берете и купите на эту же базу следующую группу. И тем самым на длинной дистанции вы сэкономите. Вот, имейте в виду. Сходу, входной, скажем так, дорогой получается. Но на 4-летней дистанции это все размазывается. И вполне себе адекватная стоимость получается. И потом комбо-комплектом. Также уже там на Авито где-то вы спокойно продадите. Ну, или подарите кому-нибудь. Вот, собственно, и все, друзья. Все, что хотел рассказать, рассказал. Добавить мне больше нечего. Единственное, могу обязательно рекомендовать ее для рассмотрения. Можете прийти в мир автокресса в любой из наших магазинов с ребеночком. Померить, посмотреть, убедиться, что все окей. И принять уже решение. Кстати, можете даже пару люлик заказать домой с доставкой. Курьер приедет. Вы одну из двух выберете. А другую, которую не выбрали, он увезет. Вот такой на выбор есть сервис тоже. Так что, друзья, хочу лишь пожелать вам сделать хороший грамотный выбор. Автолюльки для вашего ребенка. И удачных дорогах. Пока.